МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С момента обретения независимости мы всегда уделяли особое внимание вопросам обеспечения военной безопасности нашей страны, предотвращению вооруженных конфликтов, развитию вооруженных сил. Сильная и боеспособная армия – один из важнейших атрибутов суверенного государства. Казахстанская армия оснащена самым современным вооружением. На регулярной основе проводится учение. Важное значение отводится обеспечению социальной поддержки военнослужащих. Люди в военной форме достойно выполняют все поставленные перед ними задачи, проявляя доблесть и отвагу в мирное время. Сегодня многие из них находятся на передовой борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, охраняя правопорядок и принимая участие в противоэпидемических мероприятиях. Обращаюсь к вам, защитники Отечества. С честью оберегайте спокойствие родной земли. Будьте эталоном ответственности, справедливости и патриотизма. Наша общая задача – сохранить и защитить наши главные ценности – единство, независимость и стабильность. С праздником вас, дорогие казахстанцы! Желаю всем крепкого здоровья, сил и благополучия! С Днем Защитника Отечества казахстанцев поздравил глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Казахстан Касымжомар Токаев. Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Лучшие традиции казахстанской армии являются естественным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны. Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая независимость Казахстана. В этот славный день мы чествуем всех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом посту, несет службу в подразделениях армии и флота, охраняет государственную границу и воздушное пространство Республики Казахстан. Желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном и почетном деле служения Родине. Не остался в стороне от поздравлений и Аким Жамбулской области Бердибек Сапарбаев. Уважаемые жамбулцы, воины и ветераны вооруженных сил, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Этот праздник является олицетворением доблести и отваги, стойкости духа и беззаветного служения Родине. Патриотизм и мужество наших солдат и офицеров вызывают искреннее уважение к людям в погонах, избравшим своей профессией защиту Родины. В Казахстане особое внимание уделяется укреплению обороноспособности страны, строительству современной и профессиональной армии. Служба в рядах вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основанной на героических боевых традициях старших поколений. В этот замечательный день желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, успехов и оптимизма. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным. Пусть мирным будет небо над нашей страной. Пусть ничто не мешает нашему созидательному труду на благо процветания нашей Родины, Республики Казахстан. С уважением, Бердибек Сапарбаев. Сегодня в честь 7 мая Дня защитника Отечества в первый заместитель Акима области Бигбола Торренбеков вручил почетные грамоты и благодарственные письма Акима области ряду граждан, которые внесли свой вклад в становление и развитие нашего региона. Среди награжденных были военнослужащие, сотрудники органов правопорядка, государственные служащие, работники областного департамента, по чрезвычайным ситуациям и волонтеры. Вот оно, хорошенько, да? Я хотел бы от имени Акима Жамбылской области всех вас сердечно поздравить с праздником, Днем защитников Отечества. В тяжелое время чрезвычайного положения и карантина вы проявили свои лучшие качества. Хотелось бы вас поблагодарить за проделанную работу. А также пожелать вам новых успехов в профессиональном поблище. В Казахстане в честь Дня защитника Отечества ежегодно проводились праздничные мероприятия. Однако в 2020 году они отменены из-за пандемии коронавируса. Потому давайте вспомним об истоках этого праздника. Обретение Казахстаном государственной независимости поставило перед страной ряд принципиально важных задач. Среди них формирование сильной и мобильной армии. В короткие сроки была проделана колоссальная работа. В результате верховным главнокомандующим, который является действующий президент страны, принято взвешенное решение. Вооруженные силы Казахстана должны состоять из трех видов. Сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил. И вот 7 мая 1992 года первый президент Республики Казахстан Ельбасы, Нурсултан Назарбаев, подписал указ о создании национальных вооруженных сил. День защитника Отечества в Казахстане отмечается 7 мая. Этот день олицетворяет одновременно летопись героических подвигов казахстанцев и преемственность традиций служения Отечеству. Это праздник, который призван повысить престиж и имидж вооруженных сил Республики Казахстан как внутри страны, так и за ее пределами. И вот с 1992 года по сегодняшний день армия страны динамично развивается. В 2001 году в Казахстане были созданы 4 военных округа, которые в 2003 году были преобразованы в региональные командования. Астана, Восток, Запад и Юг. Основные силы сосредоточены в регионах, где имеется потенциальная внешняя военная угроза. На Востоке и Юге. Региональное командование Юг, штаб командования которого расположен в городе Тарас, включает в себя административные границы Алма-Атинской, Жамбылской, Туркестанской и Казалардинской областей, за исключением гарнизона города Ушарал, который подчиняется региональному командованию Восток. Основная задача – обеспечение безопасности на юго-восточных рубежах страны. Для того, чтобы достичь поставленной задачи, военнослужащие постоянно совершенствуют навыки научения. В аэрологических условиях, контроля воздушного пространства, блокирование аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Несмотря ни на время года, ни на погодные условия и ряд других обстоятельств, приказ должен быть выполнен. В рамках комплексных мероприятий по поддержанию боевой готовности казахстанской армии в Кордайском районе области на территории 40-й военной базы ОТАР регионального командования ЮГ периодически проводятся бригадные тактические учения. Помимо мотострелков и личного состава танкового батальона, к учениям также привлекаются военно-воздушные силы, Национальная гвардия и пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Учение начинается приведением в полную боевую готовность танковой бригады регионального командования ЮГ. После объявления тревоги, личный состав за считанные минуты получил оружие и экипировку. Дежурное звено заняло позицию для возможного отражения атаки вероятного противника. Между тем, экипажи танков, боевых машин пехоты и тяжелых грузовиков занимались выводом военной техники из парка. После сосредоточения колесной и гусеничной техники, состоящей на вооружении танковой бригады, состоялся 30-ти километровый марш в район проведения учения на полигон Матыбулак. В ходе марша бронетанкового соединения были практически отработаны вопросы ведения разведки. Сопровождение колонн армейской авиации, отражение нападения диверсионных разведгрупп. В районе сосредоточения участники учения приступили к вопросам подготовки оборонительного боя. Занимаясь инженерным оборудованием позиций, велась подготовка подразделений к активным действиям. Наш батальон прибыл в район форме ротных колонн в полном составе. Сейчас личный состав роты занимается по приведению оружия к нормальному бою, а также выполнено мероприятие по радиотренировке. Личный состав готов выполнить боевую задачу. Отличительной особенностью учения является отработка современного метода ведения боя танковая карусель, в ходе которой танки ведут беспрерывный огонь. В то время как отстрелявший танк, отходя, заправляет орудие, огонь ведут другие танки. Опыт современных конфликтов показал высокую эффективность данной методики стрельбы из танков. Только в поле военнослужащие могут практически доказать свои знания, навыки и умения. Неукоснительное выполнение приказов старших командиров является обязанностью каждого военнослужащего. В этом и заключается крепкая дисциплина в вооруженных силах. Но для выполнения поставленных задач мало лишь этого. Одной из составляющих успеха служит военная техника, за которой необходим тщательный уход. Ремонт вооружения и военной техники производится в войсковой части 01731. Каждый военнослужащий здесь является настоящим профессионалом своего дела. А дело это ремонт военной бронированной техники. Работа эта должна выполняться добросовестно и быстро, поскольку ни одно учение не обходится без материально-технического обеспечения. Данная воинская часть предназначена для материально-технического обеспечения региональной команды Ньюг. Задача данной части – перевозка боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, перевозка материальных средств, перевозка смаживших материалов, проведение текущего среднего ремонта вооружения военной техники, ракетно-артиллерийского вооружения в полевых условиях, в стационарных условиях и организация связи данной части с региональной командой Ньюг. Это ремонтный цех, в котором предусмотрено все необходимое для проведения ремонта бронированной техники. Под ремонтом военной техники понимается комплекс работ для поддержания и восстановления исправности или работоспособности военной техники. Мне нравится выбранная мной профессия. С детства хотел быть военным, занимаясь ремонтом военной техники. Перед нами ставится задача как можно быстрее провести все необходимые работы. В результате неравномерного изнашивания различных деталей после отработки определенного количества часов возникает необходимость в ремонте или замене этих деталей. Военнослужащие служат в рядах казахстанской армии, выполняют возложенные на них обязанности, исполняют приказы. После окончания срока службы их увольняют в запас. В случае необходимости их вновь мобилизируют. В связи с сложившейся из-за пандемии ситуации, такой случай как раз-таки настал. В Жамбулской области провели специальные сборы военнообязанных, согласно указу президента о призыве военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил Республики Казахстан. В состав воинского подразделения территориальной обороны Жамбулской области вошли 78 военнообязанных. Средний возраст призванных составляет от 25 до 35 лет. Коронавирус представляет угрозу, а задача военнослужащих и военнообязанных в том числе противостоять угрозе, защищать страну и народ. Маски на лицо и перчатки – неотъемлемая часть одежды. Эти сборы – отличный повод проверки боеготовности армейских резервистов, считает генерал-майор в отставке Абдига Парказье. С одной стороны, они будут общую задачу выполнять на блокпостах, обеспечивать перемещение и в целом соблюдение требований режима. Но с другой стороны, офицеры, солдаты, сержанты получат практику выполнения задач и прямо надо сказать, что это у них будет боевая задача. В Таразе построение призванных военнообязанных состоялось на плацу Департамента по делам обороны Жамбулской области. На этом этапе работа местных органов военного управления завершилась. Теперь сформированное подразделение передано под управление командира бригады территориальной обороны города Тараза. В составе этого подразделения есть шестеро врачей. Один из них – врач-эпидемиолог Денис Кононенко. К моменту призыва на специальные сборы он не работал по специальности некоторое время, но сейчас его специальность как никогда востребована. Если уже надо, то надо, тем более в такое время, раз уж идет эпидемия, такая пандемия. Ну а что тут размышлять уже? Раз позвонили, значит надо. Готов выполнять приказы, бороться с коронавирусом, к чему еще готовиться. Также в числе призванных есть офицеры, имеющие опыт прохождения действительной воинской службы, а также солдаты, совсем недавно проходившие срочную службу. Отслужил уже, дома сидел, и все равно как-то, когда надо, помощь, когда встану готов пойти. Всегда в военкомат пришел, мне сразу все объяснили, я сдал документы на следующий день. И вот повестку получил, приехал в обувь военкомат, вот сейчас подготовка идет. Участники сборов задействованы в мероприятиях по проведению дезинфекции, патрулированию участков города с целью соблюдения горожанами карантинного режима. И хотя в этом году праздничные мероприятия не провели из-за вспышки коронавируса, значимость праздника не померкла. Напомним, 4 октября 2012 года парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение о внесении дополнения в закон Республики Казахстан о праздниках в Республике Казахстан. Согласно нему, 7 мая объявляется государственным праздником. С 2013 года в Казахстане сложилась практика проведения в этот день так называемых боевых парадов. В преддверии 75-летия победы в нашей стране принят долгожданный закон о ветеранах. Документ был подписан главой государства. В новом законе максимально систематизированы льготы и помощь ветеранам, значительно возросли меры поддержки. В рамках нового закона будут определены 5 социальных категорий ветеранов. В частности, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории других государств, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны и ветераны труда и другие категории граждан. Таким образом, уточнены шаги по социальной защите ветеранов. Их права теперь защищаются в рамках этого документа. В рамках нового закона усилены меры социальной поддержки ветеранов. Так, в первую очередь предусматривается получение земельного участка для строительства индивидуального жилья, передача в собственные занимаемые им квартиры. Есть льготы в получении социальных услуг. В результате в 2020 году охват мерами господдержки ветеранов в Казахстане будет увеличен со 169 тысяч до 180 тысяч человек. Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны и ряд приравненных к ним граждан освобождаются от 11 видов налогов. Аким области Бердибек Сапарбаев поздравил ветеранов Отечественной войны с 75-летием Великой Победы и передал поздравительные письма от президента Республики Казахстан Касым Жумарта Токаева. Участнику самых великих и ожесточенных сражений Сталинградской битвы и боях на Курской дуге фронтовику Мухасану Бердибаеву исполнилось 99 лет. Несмотря на преклонные годы, Аксакал сохраняет крепость духа, ясный ум и прекрасное настроение. Бердибек Сапарбаев от всей души поздравил уважаемого ветерана с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и обязательно отметить вековой юбилей. Вручил цветы, корзину фруктов и сертификат на 1 миллион тенге. Большая радость жить в мире. Сейчас все в стране хорошо. Хочу пожелать, чтобы не было больше войн. Ни к чему повторение тех страшных событий. Про Антонину Павловну Беляеву и вовсе не скажешь, что ей 93 года. Искрометная, веселая, она не переставала шутить на протяжении всей беседы с Акимом области. Сердце даже разрывается от счастья, что вы пришли, нашли время. Счастья вам, здоровья вашим семьям. Глава региона также вручил ей поздравления от президента и сертификат на 1 миллион тенге. Именно на таких, как вы, необходимо равняться всем нам. В самые тяжелые для страны годы вы на деле доказали, что значит защищать родную землю и свободу. Низкий вам поклон, сказал Аким области. В честь 75-летия победы заместитель Акима области Бекбулат Урумбеков поздравил ветерана войны Ивана Макеева. От имени президента страны ветерану Великой Отечественной войны вручили поздравительную открытку и подарки. Ваш жизненный путь является ярким примером истинного патриотизма и служения Родине, нравственным ориентиром для нашей молодежи. Желаю вам бодрости, духа, здоровья, благополучия. Президент республики Казахстан Хасмур Жумар Кемил Тухаев. Спасибо. Иван Макеев работал разведчиком радиодивизиона особого назначения в Забайкалье. Участвовал в боях за освобождение города Харбин, Мугден, закончил войну в Чанчунь. Награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией, за победу над Японией. Кроме того, в преддверии праздника поздравления поступили и от представителей железнодорожной отрасли. Заместитель Акима Жамбулской области Берег Ныгмашев накануне праздника Великой Победы с наилучшими поздравлениями и праздничными подарками пришел в гости к ветерану Великой Отечественной войны Виктору Долганову. Нашего президента Казахстан Хасмур Жумар Кемиловича Тухаева. Он вас искренне поздравляет, благодарит за тот труд, за ту самоотверженность, которую вы проявили в свое время. Это для нас, для молодежи, в первую очередь, это, конечно, большой пример, чтобы нам тоже так же самоотверженно, особенно сейчас, вы знаете, сейчас, в момент пандемии, сейчас нужно себя показывать. Виктор Долганов совсем еще юношей попал на фронт, где прошел с боями, освобождая территорию Советского Союза, а затем и стран Восточной Европы. Участвовал он и в штурме столицы фашистского рейха Берлина. После завершения войны он вернулся на родину, где работал в разных отраслях народного хозяйства до самого выхода на заслуженный отдых. Мы победили Советский Союз вместе с 15 республиками, так что надо беречь и беречь, и беречь. Подвиг и патриотизм ветеранов стали примером для всех нас. А День Победы – это не просто праздничная дата, это, пожалуй, самый светлый день в году. Война – это страдания матерей, это сотни погибших солдат, сотни сирот. Сколько страданий пришлось пережить народу в годы Великой Отечественной войны, особенно тем, кто знает, что такое тяготы войны, не понаслышке. В связи с этим, вопреки ситуации в мире, руководство региона почтило память ветеранов. Они побывали в домах ветеранов и поздравили их с Днем Победы. Также передано поздравительное письмо от президента страны Касымжу Марта Тукаева. Накануне праздника секретарь областного масляхата Баглан Карашулаков поздравил ветерана войны Ашербека Сарсенбиева. Ашербек Сарсенбиев отправился на войну в далеком 1942-м. Участвовал в боях за освобождение Таллина. После войны он работал в колхозе, занимался торговлей и служил секретарем Красавского сельского совета. У него с супругой Байдимат родилось четыре дочери и три сына. Спасибо вам, дорогие мои. Спасибо, что не забываете о нас. Желаю жить долго и счастливо, крепкого здоровья. Желаю никогда не видеть плохого, а не знать, что такое война. Заместитель Акима области Нуржан Календеров навестил ветерана войны Ержебая Житабаева. Сегодня Аксакалу 95 лет. В 16 лет ушел на фронт, пришлось стать сильным и бесстрашным. Во время сражений получил ранение в руку. Ветеран радужно принял гостей, благословив и поблагодарив напоследок. Спасибо за вашу доблесть и отвагу. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Президент Республики Казахстан Касынжо Мартокаев. Президент Республики Казахстан Календеров В честь 75-летия Великой Победы в регионе продолжаются поздравления тех, кто внес свой вклад в общую борьбу над вероломным врагом. Ветеран войны Бердалы Карамсаков живет в ауле Бектубе Жамбылского района. К нему накануне светлого праздника Победы, чтобы передать поздравления от президента Республики Казахстан, пришел в гости заместитель Акима Жамбылской области Ержан Желхбаев. Уважаемый ветеран, примите поздравления с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне от президента Республики Казахстан Касынжо Марта Кемеловича Токаева. Мы все вам желаем крепкого здоровья. Берегите себя. Бердалы Карамсаков в армии был призван в 1942 году. Участник битвы за Ленинград. Освобождение Белоруссии. Он дошел до Берлина. Домой ветеран вернулся в 1946 году. Сейчас мы живем в мире и согласии. Война несет страдания, боль и разрушения. Поэтому желаю, чтобы ее больше никогда не было. Чтобы юношам никогда не пришлось брать в руки оружие. Подчеркнул ветеран и дал свое отеческое благословление. Отметим, что честным ветеранам войны – это очень добрая традиция, потому как все должны помнить и чтить подвиги фронтовиков, спасших мир от ужасов фашизма. В преддверии праздника Аким города Тараза Айтказы Корабалаев посетил ветерана Великой Отечественной войны Ирежипбая Муталипа. Ирежипбай Муталип был призван в армию в 1944 году и после победы участвовал в восстановлении знаменитой Брестской крепости. Вернувшись в страну в 1950 году, работал инструктором в Таласском райисполкоме, первым ответственным секретарем в районной газете «Ленинжолы». Затем временным редактором. В 1958-1962 годах учился в Алма-Атинской высшей партийной школе. В разные годы работал на различных должностях. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, десятками юбилейных медалей, грамотами. Ветеран поблагодарил за такое внимание и пожелал казахстанцам мирного неба над головой. В Жамбалской области 75-летие победы встретили 57 ветеранов. Более 30 из них живут в Таразе, остальные в 10 районах области. Руководство района поздравило и подарило подарки фронтовикам, которые помогли приблизить победу. Аким Таласского района Бахыт Казанбасов первым поздравил ветеранов. Он поздравил 95-летнего Дусинбая Жумахметова с Днем Победы. Он был награжден специальным благодарственным письмом от президента Республики Казахстан и сертификатом на сумму в 1 миллион тенге. Это поздравление для вас от президента Республики Казахстан Касын Жумарта Тукаева. Примите его. Ветеран Дусинбай Жумахметов родился в 1926 году. Он отправился на службу в армию в ноябре 1944 года и сразу после трехмесячного обучения в Семипалатинске ушел на фронт. Победа отмечалась в 1945 году в Берлине. Сегодня ветеран имеет трех сыновей, семь внуков и 21 правнука. Проживает в деревне Оек. Аким Турар Раскуловского района Ербулат Садаркулов также поздравил ветеранов войны Айсаубаю Сулейманова, Жахана Морзахметова и Генбека Курбанова с 75-летием Победы. В поздравительном мероприятии приняли участие председатель районной организации ветеранов Кужейхан Бижанов и секретарь районного Маслихата. Ветеранам было вручено поздравительное послание от президента Республики Казахстан с единовременным платежом по 1 миллион и по 2 миллиона. Ветераны вспоминали моменты переживания в поле битвы и истории сражений, через которые они прошли. Нас повезли на запад. Два месяца был под Саратовом, где проходил военную подготовку. Желаю мирного неба над головой. Жахан Морзахметов вспоминал истории хода войны и рассказывал о городах и селах, которые он освободил. Айсаубай Сулейменов поведал о том, как он пережил бомбардировку, вследствие чего стал инвалидом. Также во время войны он служил в железнодорожном батальоне и достиг Берлина. А вот Генбек Курбанов рассказал о битве за Сталинград. Конечно, тяжело приходилось. Свистели пули, гибли люди. Но я остался непредим. Поздравления с 75-летием Великой Поведы в эти дни преднимают фронтовики Керемикул Косаков, Иван Карпович Ирхин, Николай Федорович Кожушко, Михаил Петрович Бакшеев. При встрече Акимрайон отметил, что для него большая честь спостить фронтовиков и лично пожать им руки, вручил подарки, а также призвал поздравительное письмо от президента страны Касымжа Марта Тукаева и первого заместителя представителя партии Нуратан Бауржана Байбека. Несмотря на солидный возраст, ветераны выглядят бодрыми и в подробностях помнят всю войну. Рассказали о событиях тех великих лет, о том, как сложилась судьба в послевоенные годы. Уважаемый Николай Федорович, сердечно поздравляю вас с 70-летним победой в Великой Войне. Ваш бескримерный в истории человечества героизм обеспечил потомкам все твое будущее и мирное небо над головой. Память об этом подвиге будет жить в теках. Вашей жизни пусть является ярким примером истинного патриаризма и скружения Родины. День Великой Победы 9 мая является самым важным для фронтовиков и всех казахстанцев. 75 лет прошло после войны, совсем мало остается среди нас ветеранов воевавших за свободу и независимость Родины. Я хочу участие вам, бочков! Успехов за работе! Спасибо, спасибо большое! Седыми стали уже и земляки, в подростковом возрасте трудившиеся на колхозных полях и приближавшие долгожданную победу. Из Кордальского района простые сельские парни отправились на фронт защищать Отечество. Многие из них не вернулись. Сегодня в живых осталось четыре седовласных героя Великой Отечественной войны. В канун 75-летия Победы Аким Меркенского района Мирхану Мирбек поздравил жителя села Ойтал Антона Калачева и жителя села Акарал ветерана Ажима Жармухаметова. 12 октября 1942 года он был призван в армию и сражался в 8-й дивизии 116-го стрелкового полка в Калининграде, где он пережил бойню в Польше, Белоруссии и Германии. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и семейного счастья. Благодаря вам мы живем в мирное время. Сегодня в Мейнкумском районе осталось мало ветеранов, которые видели кровавую битву. Среди них Сагаш Абдиров. Бывалый солдат, живущий в селе Шаганак, принимал участие в битве на Кавказе. Несмотря на то, что он был тяжело ранен там, он дошел до конца войны. Аким Мейнкумского района Мадин Мусаев поздравил ветерана с 75-летием Победы и поблагодарил его. Сделал специальный подарок. Мейнкумский район. За свои бескорыстные поступки во время войны Сагаш Абдиров был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Победы, Орденом Обороны Кавказа, Орденом Победы над Германией и несколькими другими медалями. Он вернулся домой в июне 1946 года. После войны Сагашата трудился на благо родного края. В этом году 75-летие Великой Победы. В честь этого продолжается поздравление тех, кто внес свой вклад в общую борьбу с верломным врагом. Почет оказан еще одному ветерану, проживающему в Жомбылском районе. Кисену Шамбаеву вручили поздравительное письмо от президента и государственную награду. Поздравляю всех-всех с 75-летием Дня Победы. Желаю не видеть невзгод и тягот войны. Пусть все у вас будет хорошо. Мира, благополучия, спокойствия вам на все времена. Ветеранов также честовали и в Шуцком районе. Жарл Касын Айтаков, навестив ветеранов войны, вручил им поздравительные письма от президента страны Касымжамар Токаева. В целом на фронт из Шуцкого района было отправлено 6 620 солдат. На данный момент только двое из них в этом году празднуют Великий День Победы. Ибрагим Мусаев ветеран Великой Отечественной войны. В 1942 году он отправился на фронт и сражался на Дальнем Востоке. Домой вернулся в 1945 году. Ветеран войны награжден орденами Славы Третьей Степени, Красной Звезды, Отечественной войны Второй Степени и многими другими. Аким района, вручив в поздравительное письмо от главы государства, наградил Ибрагима Мусаева праздничным нагрудным знаком к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также с праздником Аким района поздравил ветерана Дмитрия Серебрякова. В 17 лет он был призван в ряды советской армии, где был пулеметчиком, участвовал в осуждениях японских, северокитайских захватчиков. В свою очередь, Жарл Коснайтаков пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Помимо наших земляков, стражавшихся на поле боя, неоценимый вклад в победу внесли наши матери, работавшие в тылу. Бабушке Аман Бале, проживающей в Сарсунском районе, сейчас 110 лет. Старушка, которая была свидетелем трудных моментов войны, сейчас живет в селе Жайлауколь. Руководство района также поздравило Аманбалу Аманжолову с праздником. Сонда, осыгустилер, жағы, егемек бенен, барлык халқозу көтердігой. Соқайдады, соқаға барды, кәдіңгі соқаны, қол менің жыртып, пункт түстеді, жағы, шөп шапты, орақ бенен, әлге бидай орды, орақ бен биді. әлге бидай орды, әлге бидай орды, әлге бидай әлге бидай орды, Уважение к ветеранам, сражавшимся за родину и вернушимся с поля боя всегда высоко. Подарки были вручены Федору Устинову. Во время Великой Отечественной войны он сражался на Дальневосточном фронте против силы японской армии. Сейчас ему 93 года, и он желает лишь одного чистого и мирного неба над головой. От души поздравляю вас. Вот это поздравление партия Нур-Отан. У нас на сегодняшний день, вы знаете, раньше коммунистическая партия была в России, СССР, а сейчас у нас есть партия Нур-Отан. Первого заместителя Республики Казахстана Байбек поздравляет вас лично 75-летним. Так, держите. Спасибо. Россия вас поздравляет с медалью. 75-летие с Россией. Не оставили без внимания партийцы и тружеников тыла. Одна из тех, кто, несмотря на трудное время, все делала для помощи фронту Нур-Гисак Уралбаева. Мы в военкомате получили медаль. Мы берем медаль. Мы с вами гуляем. Тогда было очень нелегкое время. Мы делали все, что в наших силах. Трудились, не покладая рук, чтобы помочь солдатам победить врага. И счастливы, что это получилось. И теперь мы живем под мирным небом. Имена героев, приближавших победу, никогда не будут забыты потомками. Это долг и обязанность нынешнего поколения. Сотрудники полиции во главе с начальником департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбулской области Меержаном Смогуловым вместе с Советом ветеранов данного департамента посетили ветерана войны Мурата Жанали и поздравили его с великим праздником. В ходе встречи Меержан Нур-Мхамедович поблагодарил ветерана, который внес неоценимый вклад в общую победу в столь кровопролитной войне. Мурат Елубай-Улы один из тех, кто ушел на войну в возрасте 18 лет. Он родился в 1925 году в Актобе. Сейчас ветерану 95 лет. Казахстанский солдат, сражавшийся за родину, принял участие в боях в Белоруссии и вернулся в Берлин с флагом победы. Он получил много орденов и наград за отвагу. К слову, даже был удостоен специальной сталинской награды. Сражался на передовой в Белоруссии. Сражаясь в Берлине, взяли врага штурма. Поэтому есть почетная награда за взятие Берлина. Потомки помнят о подвигах своих дедов, о том, как юноши вынесли на своих хрупких плечах то, что, казалось бы, и взрослому преодолеть не всегда под силу. Суровые годы войны закалили их. Работал учетчиком. Потом, в возрасте 17 лет, добровольно отправился на фронт в 1944 году. Участвовал во взятии Берлина. Участвовал в зачистке западной части Берлина. Подвиг ветеранов никогда не будет забыт. Сегодня Жамбулская областная филармония имени Кины Назарбаева организовала онлайн-концерт «Спасибо за победу». На сцене исполнялись патриотические песни, постановки о войне. В праздничной программе онлайн-концерта прозвучали композиции военных и послевоенных лет, народные музыкальные произведения. В связи с чрезвычайным положением в стране организовали концерт в таком формате. Поздравляю 75-летием Великой Победы. Желаю всем нам жить в единстве и согласии под мирным небом. Насладиться онлайн-концертом можно было через инстаграм-страничку филармонии. Артисты исполнили много композиций на патриотическую тему. В программе концерта прозвучали песни Жамбул Жабаева и Кины Назарбаева, которые призывали бойцов к героизму и защите Родины на фронте. Также в познавательной рубрике были представлены сведения о почетных ветеранах страны, в том числе из нашего региона. Тем самым нынешнее поколение выразило благодарность ветеранам за мирное небо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»